ДИСНАТ ТВ Подведены итоги выборов президента России. Решили поместить самые интересные работы по истории города на революционные. Росхольфские краеведы презентовали книгу. Готовьте себя к службе в Африке. Не бойтесь ее. Она сохраняет людей. Будущим призывникам о военной службе. На дворе март месяц. И по народному календарю мы сегодня празднуем день встречи весны. Этнографический праздник сороки. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Администрация Десногорска приглашает вас 29 марта в 6 часов вечера принять участие в заседании по вопросу организации территориального общественного самоуправления. Заседание пройдет с участием депутатов Десногорского городского совета, членов общественного совета, городских общественных организаций и председателей советов домов. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Заседание состоится в 325 кабинете здания администрации. Завершились выборы президента России. Председатель территориальной комиссии Десногорска доложил о том, как проголосовали десногорцы. 19 марта территориальная избирательная комиссия на своем заседании подвела итоги проведения выборов президента Российской Федерации на территории города Десногорска. В целом, кампания избирательная по выборам президента у нас в городе прошла организованно, без каких-либо существенных нарушений избирательного законодательства. Каких-либо жалоб, которые могли бы поставить под сомнение волеизлияния наших горожан, или поставить под сомнение, или отменить вообще результаты выборов на каком-либо избирательном участке, к нам не поступало. Выборы прошли при активном участии наших избирателей. Приняло участие в выборах у нас в городе абсолютно большинство наших граждан. Но если говорить чисто по цифрам, то в этих выборах у нас приняло 70,17% избирателей, что в абсолютных цифрах составляет 16 986 человек, то есть почти 17 тысяч. Для Десногорска это, ну я назову, наверное, это рекордной цифрой, потому что за все время проведения выборов того или иного уровня у нас такой большой явки никогда не было. Также отметим, что в соответствии с изменениями федерального законодательства, более тысячи десногорцев воспользовались правом голосования по месту пребывания, то есть в другом городе или в другом месте, где они находились в день выборов. В целом голоса у нас по Десногорску среди кандидатов в президенты распределились следующим образом. Путин Владимир Владимирович, за него проголосовало 12 381 человек, что составляет 73% от количества избирателей, принявших участие в выборах. Грудинин Павел Николаевич, 2294 человека или 13,53% избирателей. Жириновский Владимир Вольфович, 1294 человека или 7,63%. Собчак Ксения Анатольевна, 275 человек или 1,62% избирателей. Остальные кандидаты президента Российской Федерации набрали на территории города Десногорска менее 1% от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании. Третья избирательная комиссия утвердила итоговый протокол, направила его в избирательную комиссию Смоленской области. На этом, конечно, работа не заканчивается, потому что, естественно, нам нужно оценить все, что происходило в ходе выборов, в ходе всего избирательного процесса, чтобы учесть те или иные недочеты, которые были, все это принять во внимание и чтобы это не допустить в ходе предстоящей выборной кампании, которая у нас будет в сентябре месяце. Также напомню, что для того, чтобы обеспечить легитимность и прозрачность выборов, все избирательные участки нашего города, а также территориальная избирательная комиссия была оснащена камерами видеонаблюдения, и каждый избиратель мог наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн в системе интернет. Также избирательные комиссии применяли в этом году впервые технологии изготовления итоговых протоколов выборов с машиночитаемым кодом, и для того, чтобы все эти протоколы ускоренно вводить в систему газ-выборы. В ходе проведения выборной кампании за ходом голосования наблюдало более 60 наблюдателей. Это тоже обеспечивало гласность и прозрачность проведения выборов. Мне хочется выразить слова большой благодарности, в первую очередь, всем тем, кто принимал участие в организации проведения выборов. Это члены территориальной избирательной комиссии, члены участковых избирательных комиссий. Поблагодарить наблюдателей, сотрудников органов связи, сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок в ходе проведения выборной кампании и самого голосования в день проведения этого голосования. Ну и, конечно, всех наших избирателей, всех горожан, кто проявил активную жизненную позицию, кто принял участие в голосовании, тем самым подтвердив курс на сильное наше государство, на сильного президента, и тем самым, естественно, развитие нашей страны, в том числе и, естественно, атомной отрасли. Ну и отдельное слово благодарности сотрудникам и наших органов местного самоуправления, которые проделывали большую работу для оказания содействия всем избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения выборов. 22 марта в Десногорской библиотеке состоялась презентация книги «Город Рославль. Страницы истории». Как прошло мероприятие в нашем следующем сюжете. Эта новая книга издана в 2017 году к 880-летию со дня основания Рославля. Сотрудники Десногорской библиотеки вместе с рославчанами подготовили вечер презентацию «Гордиться славой своих предков должно». На мероприятие пришли десногорские журналисты, представители культуры, историки, молодежь и те, кто неравнодушен к родному краю. Авторы издания коротко познакомили присутствующих со своими статьями. Решили поместить самые интересные работы по истории города на революционные. Это, во-первых, небольшая, всего 36 страничек, историко-статистический справочник по городу 1858 года и книга, которую написал учитель Рославский рисования Сергей Степанович Рыкачевский «Опыт исторических записок» 1885. Еще пара статей из древолюционных церковных журналов о селе Луги и его святыне, и еще о Рославском преображенском монастыре. А дальше это просто сборник разных очерков. Очень ярким и интересным было выступление составителя книги главного редактора историко-литературного журнала «Странник» Константина Забелина. Уважаемые жители города Несногорска, хочу в первую очередь поблагодарить сотрудников музея Рославского историко-художественного, без которого книга бы не состоялась. Ее создание началось с 2016 года, когда где-то в октябре месяце с Майей Ивановой мы встретились, и поэтому мне хорошо бы к очередному юбилею издать книгу. Но поскольку всегда это очень сложный вопрос, и вопрос финансов, и вопрос сбора материалов, конечно, времени заняло почти год, вот это сбор материала, сбор и средств на ее издание. Но в итоге такая книга вот получилась. Вечер презентации получился очень душевным. В зале библиотеки царила теплая обстановка. Слова благодарности за кропотливый и нелегкий труд составителям книги «Город Рослаль» в странице истории, сказала председатель комитета по культуре и спорту администрации Десногорска Анна Королёва и председатель общественного совета нашего города Владимир Исаев. Хотел бы сказать, что персонал Смоленской атомной станции – это патриоты своего дела. Почему? Потому что они во главе своей деятельности ставят любовь к своей родине, к своей России. Это одна из ключевых ценностей работников Смоленской атомной станции. Когда я сегодня слушал о этой замечательной книге, о городе Рослале, о нашей родине, Рослале 880 лет, хотел бы напомнить, что в следующем году в Десногорске тоже круглая дата – 45-летие. Поэтому, дорогие земляки, кто приехал представлять книгу, Константин, Майя Ивановна, я бы хотел сказать от жителей города Десногорска, от общественности, низкий вам поклон. Большое вам спасибо. Мы всегда знаем, что Смоленская атомная станция и город Десногорск находятся на смоленской героической земле, рядом с прославленным великим историческим центром Рослана. Яркость вечеру придали выступления воспитанников детской музыкальной школы под руководством Владимира Платонова и Десногорского народного коллектива «Сударушки». 22 марта в Третьей школе прошёл урок мужества «Служить Родине». На встречу к ученикам пришли заместитель военного комиссара города, председатель Совета матерей, представитель полиции и ветеран вооружённых сил. О том, как прошла встреча, смотрите далее. На мероприятии ученики школы встретились с заместителем начальника военного комиссариата Десногорска Николаем Николаевым, представителем полиции Михаилом Зайцевым, с председателем Совета солдатских матерей Валентиной Рожковой и подполковником запаса Михаилом Хоботовым. Каждый из гостей рассказал свою историю о службе и с охотой ответил на вопросы школьников. Всем хотелось бы вам сказать, особенно мальчишкам, готовьте себя к службе в армии, не бойтесь её. Она закаляет людей, она учит. После службы в армии мальчишки превращаются в мужчин. Прививать любовь к родине, как считает организатор проекта «Служить Родине» председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова, необходимо с раннего возраста. Этим мероприятием, как комитет солдатских матерей, мы хотели донести желание служить в армии, обязанность служить в армии, чтобы быть достойными защитниками нашей Родины, нашего города. Подобные уроки проходят во всех школах Десногорска и в Десногорском энергетическом колледже. Ежегодно 22 марта в России отмечается праздник «Сороки». В народе – это день жаворонка. В церковном календаре – это день памяти 40 мучеников севастийских. Работники историко-краеведческого музея познакомили дошкольников с этим праздником. Что из этого вышло, смотрите в нашем сюжете. «Сороки» – это праздник, посвященный встрече весны. Считается, что к этому дню из тёплых стран после зимовки прилетают 40 видов перелётных птиц, в том числе жаворонки. В честь этой птички хозяйки пекут особые булочки, которые так и называются жаворонки. Их готовят в виде птиц. Этой выпечкой женщины угощают детей. В музее на празднике дети в игровой форме узнали много нового для себя. Почему именно жаворонок считается божьей птицей, как на Руси отмечали этот день, как надо зазывать весну. С большим удовольствием ребята приняли участие в играх. Отгадывали загадки, произносили скороговорки. Мальчишки мерились силой в перетягивании каната, водили хоровод и играли в ручеёк. Обязательное действо праздника – украшение обрядового дерева, на которое ребята повязали ленточки. Дети ушли с хорошим настроением и с новыми знаниями о старых добрых традициях и празднике «Сороки». 25 марта в России отмечается День работника культуры. Мы выражаем чувство уважения всем, кто сделал культуру своей профессией. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе десногорцы живут интересной жизнью, участвуют в различных мероприятиях. В честь этого дня, 25 марта, в 16.00 в городском центре досуга состоится концерт артистов Смоленской областной филармонии. В программе концерта вы услышите песни Высоцкого, Кобзона, Магомаева и других кумиров прошлых лет. Вход свободный. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok